ДИПЛОМАТИЧЕСКИЕ СТРАХИ 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 информации. Там подводят итоги визита Путина в ООН и его первой за долгое время встречи с Бараком Обамой. Пока прокремлевские СМИ в захлеб трубят о новых геополитических победах российского президента, западная пресса устроила ему прохладный душ, мол, много шума из ничего. Мы попросили нашего американского сапкора Тихона Дзятко проанализировать, с чем приехал в ООН Путин и с чем уходит во своя сеть. Этой встречи ждали, кажется, все, как будто на первых за многие месяцы переговорах Обамы с Путиным урегулируют самые острые сегодняшние конфликты. Конфликт в Украине и сирийское противостояние. Чудо, впрочем, не произошло, ну или о нем не стали рассказывать. После двух часов встречи почти никаких комментариев. Только Путин выступил перед журналистами с общими словами. Встреча была конструктивной, деловой, откровенной. Говорили про проблемы Сирии, затрагивалась тема Украины. Обама и вовсе общаться с прессой не стала, потому журналисты стали искать символизм в жестах. Вот, например, фотографии, сделанные перед началом переговоров. Сдержанные, не слишком откровенные улыбки. Или фотографии и видео с ланча, устроенного генеральным секретарем ООН. После его тоста американский и российский президент чокаются бокалами. После тоста Обамы нет. Почему? И означает ли это что-то? Остается лишь гадать. Однако многие делают вывод. Отсутствие вежливых жестов во время застолья это знак и отсутствие компромисса между двумя странами. За последние годы местные политики и журналисты усвоили. Что бы ни говорил российский президент, доверять его словам не стоит. Даже если выступая с трибуны международной организации, он утверждает, что Кремль стремится к миру во всем мире. Так было и вчера, когда Путин выступал с долгожданной речью. Долгожданный, но, впрочем, скучный. В соцсетях даже шутили. На Марсе нашли воду, а российский президент льет воду в ООН. И действительно, никакой конкретики. Только общие слова и обида в адрес США. Кажется, едва ли не больше запомнится не сама речь Путина, а действия украинской делегации, которая развернула перед ним расстрелянный воловайский флаг, а затем и вовсе покинула зал. Откровения в выступлении Путина нашли, кажется, только российские журналисты. В своих репортажах они говорили о том, что Путин дал старт новому мировому порядку, использовали запущенный кремлевскими блогерами в соцсетях хэштег «Путин миротворец» и даже убеждали своих зрителей. Американские журналисты сразу стали растаскивать речь Путина на цитаты. Впрочем, едва ли американские журналисты в соцсетях делились не цитатами из Путина, а карикатурами на него. Как бы то ни было, Путин уехал, работа Генеральной Ассамблеи ООН продолжилась. Президент на трибуне сменяет президента, в том числе и украинский лидер Петр Порошенко. Для него, кстати, визит в ООН пока проходит продуктивнее, чем для Путина. Вот один из символических эпизодов. С Порошенко кастер ФРГ Ангела Меркель стала встречаться, тогда как с Путиным нет. Тихон Зитко, Юрий Романюк, подробности, Американское бюро, телеканал Интер. А вот как оценила речи американского и российского президентов мировая пресса, изучала Светлана Чернецкая, наш европейский корреспондент. Вполне прогнозируемо выступление Обама и Путина на Генассамблее ООН стали самыми обсуждаемыми в мировой прессе. Президенты не виделись с начала конфликта в Украине, и журналисты ловили не то, что каждое слово, каждый жест политиков. В британской прессе акцентируют внимание на неловком рукопожатии лидеров и эмоциях Обамы. Это даже не холодный, а ледяной взгляд, пишут журналисты Daily Mail. Корреспонденты BBC тоже отметили отсутствие даже намека на дежурную улыбку при встрече. А что касается сути выступлений президентов и их личной встречи, то тут тоже оценки мировой прессы в принципе сходятся. Дескать, Путин все-таки навязал Генассамблеи свою повестку дня, и сирийский вопрос затмил действия России на Донбассе. Правда, это, по мнению журналистов, будет дорого стоить Путину, когда из Сирии начнут возвращаться трупы солдат в пластиковых мешках и в конечном счете забунтуют российские мусульмане. Вовлеченность Москвы в сирийский конфликт анализирует и британская Financial Times. В такой заинтересованности усматривают попытку Путина доказать, Россия великая страна, без нее невозможно решать сложные мировые задачи. И подчеркивают, таким образом Путин отвлекает внимание мирового сообщества от Украины и от экономических проблем самой России. В самой же России пресса от выступления Путина в восторге. Чего только стоят заголовки. Вам русским языком говорят, это российская газета. Щип и речь, коммерсант. Или же вы хоть понимаете, что натворили. Это название статьи в московском комсомольце. Журналисты пишут о Путине так, мол, он с трибуны линчевал тех, кто потакает анархии, экспортируя демократические революции на Ближний Восток и Северную Африку. И описывают, как после выступления российского лидера зал мгновенно опустел, будто все действительно испугались и разбежались. В общем, в традиционно пропагандистском стиле. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. И перейдем к более свежим новостям с Генассамблеи. На какие заявления стоило сегодня обратить внимание, поговорим с моим коллегом Дмитрием Анопченко. Он с нами на связи из Нью-Йорка. Дима, я тебя приветствую. Украина ждет четких сигналов от этого заседания, посланных и Киеву, и Москве. Вот что можешь ты сказать? Ты присутствуешь, много слышишь, общаешься с делегатами. С какими результатами может возвращаться наша делегация из США? Какие сигналы послала Украина, в частности, во время последнего выступления президента Порошенко? Прошу. Алеша, ну самый главный сигнал был послан. Буквально полчаса назад президент Порошенко выступал с ООНовской трибуны, и он произнес слова, которые вот сегодня создадут этот информационный шум, информационный фон, которые будут действительно напередавиться. Это слова о миротворцах. Я расскажу о предложении президента буквально через несколько минут. Хочу лишь сказать, что, ну вот только что Светлана Чернецкая говорила заголовки российских газет, я вам русским языком говорю. Да, Путин выступал по-русски. Петр Порошенко выступал сегодня по-английски, говорил по-английски, говорил на прекрасном английском, для того, чтобы его поняли и мировые лидеры, и мировые СМИ, которые транслировали его выступления. Ну, впервые было не стыдно за президента. Выступление было действительно ярким и очень откровенным. Петр Порошенко начал его словами. Я говорю здесь от имени страны, которая была одним из основателей ООН. Ну, давай всем понять, мы здесь не просители. И что, как и в 45-м, когда создавались объединенные нации, так и сейчас, наша страна является объектом агрессии. Говоря об этой агрессии, Петр Порошенко был очень четок в формулировке. Ну, знаете, и журналисты, и политики очень часто называют происходящее на востоке страны вот таким обтекаемым словом АТО. Петр Порошенко с ООНовской трибуны очень четко сказал, мы сейчас являемся объектом нападения. На востоке страны война. Это война против моей страны. Порошенко сказал, что одной Украине против этого нападения не справится, ведь мы сейчас противостоим хорошо вооруженным, вооруженным до зубов представителям российских вооруженных формирований. И поэтому, и вот это главный месседж сегодняшнего дня, да и не только сегодняшнего, президент страны призвал объединенные нации направить в Украину голубые каски ООН, миротворческий контингент. И сказал, мол, наша страна имеет моральное право об этом просить. Вот как сказал президент. Вклад Украины в сохранение международного мира и безопасности дает нам моральное право рассчитывать на такую же помощь со стороны ООН в жизненно важный момент для моей страны. Миротворческая миссия на Донбассе под эгидой ООН может стать очень полезным инструментом для выполнения минских соглашений. Украина стремится следовать букве и духу минских договоренностей. И таких же действий мы требуем от других сторон, подписавших соглашение. Но они в последнее время прибегают к шантажу. В противном случае нет никакой альтернативы санкциям и даже их усилению, как и нет альтернативы мирному урегулированию кризиса. Дима, я тебя здесь сразу перебью. Хотелось уточнить, что еще наш президент говорил о России. И очень интересно, вот как сегодня на его слова отреагировала российская делегация, которая вчера очень показательно покидала зал во время выступления Порошенко. Алеш, ну я тебе скажу, я за выступлением президента следил из зала, мне тоже было интересно, как отреагируют россияне. Так вот, они подготовились, скажем так, подготовились, выполнили домашние задания. Во время вступления украинского президента на местах, которые предназначены для российской делегации, было лишь двое технических сотрудников. Ну, даже не Чуркин, не его заместители, просто мелкие клерки. Так вот, один из них в знак протеста, когда вышел Порошенко, вышел из зала. Ну, конечно, в зале просто засмеялись такой, несмотря на то, что серьезное мероприятие, легкий смешок прошел, потому что, ну, вот он, асимметричный ответ России. Когда во время выступления Путина сам Порошенко вышел, ну, это было серьезно. Ну, а тут, ну, не скажу другим словом, просто смешной, асимметричный ответ. Ладно, далее, говоря о России, президент много упоминал названия этой страны, много говорил о России. Он сказал, что Кремлю не стоит спекулировать на вот своих заявлениях, которые делаются сейчас о том, что Москва якобы присоединится к антитеррористической операции. Мол, какая антитеррористическая операция, когда вы сами террористов поддерживаете. И давайте сейчас просто покажем цитату. Вот что говорил президент, обращаясь к россиянам. Как вы можете призывать к образованию антитеррористической организации, если вы сами подстрекаете к терроризму просто на пороге своего дома? Как вы можете говорить о мире и легитимности, если сами ведете войну с помощью государств-марионеток? В эти дни российские зеленые человечки оказались в Сирии. Кто следующий и что дальше? Ну и вот сейчас я стою здесь около здания ООН на точке включения. Рядом со мной представители очень многих мировых телекомпаний. Я вот даже слышу, как они включаются. Многие говорят слово Украина и слово миротворцы. Предложение Украины о том, чтобы ввести голубые каски, никого не оставило равнодушным. Так что я более чем уверен, что и вторую половину дня, а напомню, у президента много встреч, в том числе и встреча с вице-президентом Байдена. Так вот, во время этих переговоров явно будет обсуждаться новое предложение Украины. Предложение, как урегулировать конфликт с помощью войск ООН. Пойдут ли на него объединенные нации? Тут много вопросов, в том числе и потому, что Россия все-таки может использовать право ВЕТА. Против того, чтобы члены Совета Безопасности использовали право ВЕТА, выступили многие страны и Украина. Об этом говорил президент и французский президент. Так что много интриг, много еще о чем стоит здесь поговорить. Но самое главное заявление, самый главный месседж, о котором ты, Леша, спрашивал, уже прозвучал. Украина просит направить на Донбасс для того, чтобы урегулировать ситуацию, для того, чтобы мы не были один на один с российскими войсками в международную миротворческую миссию. Студия. Спасибо тебе, Дима, за этот информативный и четкий рассказ. Это был Дмитрий Ановченко, мой коллега, работает в Нью-Йорке, следит за ходом Генассамблеи ООН. Судилище над Надеждой Савченко перешло в активную фазу. Сегодня украинскую летчицу допросили в Донецком горсуде Ростовской области. Следит за процессом мой коллега Данил Русаков, передаю ему слово. Здание Донецкого городского суда оцеплено. Сюда зачем-то пригнали даже военных. Саму Надежду Савченко на заседание доставили из Новочеркасского СИЗО, которое, кстати, расположено на улице Украинской. В первый день допросы неожиданно многолюдно, но прокуратура все равно будто работает на публику. По традиции спрашивает что-то о страшных карателях. Все ходатайства защиты о допросе на детекторе лжи тройка судей отважно отметает. Гугл карты не признает в принципе. Те, что в материалах дела, изготовленные следственным комитетом, им нравится больше. Но рассказ Надежды о том, как ее взяли в плен возле поселка Стукалова Балка, вроде бы, удосужились выслушать. Мы находились так где-то сутки. К нам заходили только сами сепаратисты, их командиры. Где-то на другой день пришел канал, кажется, лайф-нинг. Журналисты этого канала. И как бы тогда они сказали, что погибли русские журналисты. Погибли они, кстати, в районе поселка Металист. От Стукаловой Балки он далеко. Но ходатайство защиты о приобщении карт местности судей отклонили еще в начале заседания. Шесть заявленных свидетелей по прямой видеосвязи тем временем сообщили. Сами из-под Луганска боевые действия видели. Лично Надежду нет. У нас потихонечку вырисовывается костяк вот той преступной группы, которая всем этим занималась. У нас очень четко проступает фигура следователя Маншина, который приехал в Воронеж на следующий день, утром 24-го, после того, как привезли Савченко. На резонансное заседание, которое проходит в трех километрах от украинской границы, приехали даже делегаты стран Евросоюза. Сестра Вера не смогла, накануне она выступала в ООН. А вот пожилую маму в зал заводили, держа под руки. Когда я зачитывала в Нью-Йорке это письмо о такой нашей диаспоре, а там очень много было из всех стран. И когда я прочитала, что уважаемый Владимир Владимирович, так люди начали кричать, а такие, как вы, начали кричать, какой уважаемый, а то бандит, негодяй. В ближайшие два дня здесь собираются допросить еще нескольких свидетелей среди них и Плотницкий. Ожидается, что сюда он приедет. Показательный процесс продлится еще как минимум полтора месяца. Вслед за Басманом в России теперь рискует появиться Донецкое правосудие. Города-тезки населенного пункта с оккупированной территории Украины. Есть ли в этом злой символизм, станет ясно уже очень скоро. Из Ростовской области России Данил Русаков, Виталий Коваленко, Московское бюро, телеканал Интер. А в сети появилось видео якобы захвата в плен Надежды Савченко. Кадры под таким заголовком появились на сайте проекта Михаила Ходорковского «Открытая Россия». В комментариях говорится, съемку вел некий Егор Русский, приехавший на территорию самопровозглашенной ЛНР из Уфы в качестве добровольца. Сначала он снимал себя, затем в ролике слышна стрельба, а позже в кадре появляется женщина в маске, на которой написана самооборона Майдана. Голос за кадром говорит, что это снайпер, но девушка все отрицает. Самооборона Майдана, женщина-снайпер, в тельнике шу**. Да ты бы нам сегодня прорывала? Нет, я не снайпер. А кто ты? У меня не автомат. Мы пытались прояснить ситуацию сотрудников проекта Ходорковского и узнать, откуда у них эта запись. По телефону нам сообщили видео из дела Савченко, а предоставили его адвокаты. Но затем сказали, что поскольку сегодня суд, то прокомментировать эту ситуацию они смогут позже. Российские ГРУшники еще задержатся на украинских нарах. Судьи продлили арест Александрова и Ерофеева до 21 ноября. Но судить задержанных еще в мае кадровых офицеров российской армии пока никто не спешит. Дело сегодня должны были начать рассматривать по сути, но отложили. Почему затягивается процесс и как изменили линию защиты задержанной спецназовцы, расскажет Ярослав Кречко. Автозак к Голосеевскому райсуду Киева подъезжает ровно в 9. Ведь первым выводят Александрова, вторым, также молча за спинами конвоиров, появляется Ерофеев. В зале заседаний негде яблоко упасть. Арестованные спецназовцы о чем-то шепчутся друг с другом. Вопросы судьи понимают без переводчика. Александров опирается на костыль, Ерофеев надел костюм от российского консула. На сегодня назначено рассмотрение дела по сути, но законно ли слушание Голосеевской Фемидой еще должен решить высший спецсуд. Защитники российских военных настаивают, слушание сперва должно пройти в Луганской области, так как задержали гейрушников в районе города. Это счастье. На лице Александрова при словах адвоката почти неуловимая улыбка. Судьи объявляют перерыв, Ерофеев в это время жалуется журналистам. Все видео в интернете, все эти были сняты отказания по удовольствиям, под угрозами. Какие это угрозы, кадровый российский офицер не уточняет. Вину он признает частично, но в чем именно готов сознаться, не объясняют и адвокаты. А российский консул заводит знакомую песню. Это бывшие российские военнослужащие. Да, они действительно служили и в принципе, как я понимаю из общения с защитниками, они признают факт присутствия на территории Луганской области, но не более там. Коллегия судей возвращается через полчаса. Российских спецназовцев оставляют за решеткой до 21 ноября. Александрова и Ерофеева в наручниках уводят. Все это время за процессом наблюдает боец с позывным Дарий. В деле он проходит как пострадавший. Был одним из тех, кто отражал атаку российских военных в районе Счастья. Треба зрозуметь, что загинули наши товарищи. Другие и другие отримали поранения. Потому что пришли до нас оккупанты. Мы будем их вылавливать и приводить в суд, чтобы их судили. И чтобы они до конца жизни знали, куда они пришли. Они пришли в Украину. Из Голосеевского райсуда города Киева дела Александрова и Ерофеева. Транзитом через апелляционный должно попасть высший специализированный суд. Он и решит, где именно начнется процесс над российскими кадровыми военными. Ярослав Кричко, Алексей Шматов. Подробности телеканал Интер. Ситуация в зоне АТО. Затишье на передовой еще продолжается. Впрочем, взрывы все еще гремят. Все чаще и военные, и местные жители находят неотмеченные на карте минные поля и неразорвавшиеся снаряды. Подробнее о ситуации на передовой в материале Геннадия Вивденко. В направлении Донецка и Горловки относительно Затишье на угрозу представляют заминированные участки. Накануне вечером получили ранения двое мирных жителей города Держинск. Оба сейчас в больнице. Сработало взрывное устройство. Но и сегодня обнаружили заминированный подвал в одной из многоэтажек Авдеевки. К 20 танковым снарядам была прикреплена граната РГД-5. Устройство обезврежено. Помогли в его поиске местные жители. Они охотно в последнее время помогают таким образом работе саперов. Они же знают и сами ориентуются, что это какие-то снаряды, то они все, наверное, знают досконально, от маленького до старого. Они говорят, что там, там, то лежит снаряд, или там боевая какая-то частина, будь ласка, придите, подивите. На передовой под Авдеевкой, по словам бойцов, враг позволяет себе только эпизодический огонь и стрелкового оружия. Тяжелая артиллерия не работает, их не так постреливают иногда. В основном тишина, спокойствие. На данный момент, ну, тихо. А так, в свободное время, медициной занимаемся, чтобы знали, что, как, чему, в других случаях ранения и всего прочего. Также учения, максимально приближенные к боевым, прошли в районе города Дружковка. 81-я аэромобильная бригада отрабатывала так называемые действия боевой тройки. Военные доводили до автоматизма атаку втроем. По бойцам в окопах вели огонь дневыми патронами. Большинству воинов к такому не привыкать. Я опытным был. Там чуть-чуть по нам стреляли. Полигон бойцы 81-й аэромобильной бригады обустроили сами. Уже ветераны признают. Сначала практиковались в бою и только теперь переходят к занятиям на полигоне. До этого мы практически не тренировались. Мы воювали. Всегда потребны тренирования. Любой стрелок, любой спортсмен при подготовке. Чем больше он стреляет, тем больше он уверен в себе, тем лучше у него результаты. Полигон также используют для создания новейших видов оружия для украинской армии. Группа изобретателей-волонтеров в тылу создала гибрид пулемета и снайперской винтовки на базе известного ДШК калибр 12,7 мм. Сейчас такое оружие крайне необходимо в борьбе с боевиками, которые вооружены аналогом российского образца. Геннадий Вивденко, Даниэль Косаковский, Руслан Терентьев. Подробности. Телеканал Интер. И сводки с Янтарного фронта. На Волыне только за последние сутки несколько стычек между нелегалистами старателями и милицией. Сотни человек задержаны. А вот нашему корреспонденту Инне Белецкой удалось добыть новые доказательства того, что борцы с черными копателями очень часто выступают их покровителями. Далее ее материал. Как на войне удивлялись водители, проезжая по Варшавской трассе у поворота на Гуту-Лисовскую. Десятки задержанных лицом в асфальт. Это старатели. А началось все еще неделю назад, тогда с богатого месторождения на Волыне, милиция выгнала около тысячи копателей и выставила блокпосты. Изгнанные несколько раз пытались вернуться. Этой же ночью все закончилось массовым задержанием. Мы были мучены использовать оружие в виде декольких пострелов в гору попередживальных, для того, чтобы не допустить никаких возможных телесных уничтожений и сутичок с правоохранными органами. Затримано близко ста осіб. Было вилучено на данный момент больше четырех килограмм бурштину. Близко четырехсот лопат. Відповідные буры. На этих машинах сейчас они без стекол и с пробитыми колесами старатели пытались проехать на месторождение. Помешали добровольцы. Без предела Ровенского в нас не будет. Уже к обеду на первом блокпосту собираются около двухсот старателей. Требование одно. Дать возможность копать. У меня семь синев и шесть дочек. Я не могу зубы поставить. Я без зубов хожу. У меня нет скидки взяти. И годовать детей, и одевать детей, и до школы выражать детей. Некоторые настроены очень агрессивно. Чудем выходит глава райадминистрации и тут же начинается зачистка и задержание. Среди десятков задержанных машин выделяется одна рейнджровер с ревненскими номерами. А вот и водитель. Ехали, затримали. Вы какие-то отношения тоже бывали? Нет. Жрабли, что запомнили. Видно, выдавалось на наказах людям, которые стояли там толпа. Хлопцы были, видно, что спонсорами этого всего действия. Вдруг у задержанного звонит телефон. Входящий вгоняет в ступор и добровольцев, и милиционеров. На экране фамилия начальника уголовного розыска Кузнецовска. Про что он до тебя звонил? Что он хотел к тебе спросить? Я помогал друзей с раннего дня. Были в райотделе. Просто позвонили, если можешь помочь. Тебе называют директором. Говорят, дай трубку директору. Надеемся, в Ринненском управлении МВД нам объяснят, зачем майор Басюк звонит тем, кто был замечен в организации массовых протестов на янтарных месторождениях. Добровольцы же говорят, за очередным скандалом стоят люди посерьезнее задержанных. Спровоковано криминальными авторитетами не Волинской, в том числе, областей. Людям рассказали, что тут все можно, что если будет нас много ментов, поставим на колени. Эта ситуация створится также для того, чтобы продавить законопроект, который есть в парламенте, который работает, в принципе, на три призвища. А пока остаются вопросы, рискнуть ли старатели вернуться на месторождение опять, и займутся ли всерьез милицией с БУ выяснением, кто и зачем организовывает такие массовые янтарные акции, раскачивая без того шаткую ситуацию. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности, телеканал Интер, Волынская область. Зеркальные санкции не заставили себя ждать. Росавиация закрыла небо украинским компаниям. Кто попал в эти списки, кто от этого проиграет, а кто решил воспользоваться ситуацией, все узнавала Ольга Рыцарь. В направлении Киев-Москва и обратно ежедневно летает до 25 рейсов. Все места на борту практически заполнены. Вот и сегодня в Борисполе очередь на Москву. Только и говорят, что о санкциях на авиаперелеты. Что делать после 25 октября, когда небо закроют, люди не знают. Через год разрешат. По-другому быть не может. Смешивать политику с бизнесом это не 21 век. Ну пока, вы знаете, столько разговоров вокруг запрета. Поэтому еще не до того. Нужно сейчас быстренько слетать, а потом уже определяться, как дальше жить. Сегодня Росавиация в ответ на украинские санкции официально запретила летать пяти украинским компаниям. МАУ, Днепроавиа, Айнэйра, Визеер и Моторстич. Если Визеер Украина уже давно прекратила полеты на маршруте Киев-Москва, Айнэйр еще не успела запустить свой первый рейс, то компания МАУ заявила, их убытки от отмены рейсов порядка 10 миллионов долларов в год. И сразу же решила этим воспользоваться, заявив, цены вырастут. Поскольку когда на рынке уменьшается возможность выбора, естественно, ухудшаются условия, ухудшается конкурентная среда. И понятно, что это отражается на пассажирах. Потому что придется предлагать пассажирам альтернативные пути перелета через третьи страны. В МАУ намекают, хорошо бы правительство подсобило хотя бы дотациями. В госавиаслужбе говорят, до 25 октября должен сохраняться статус-кво. Ну а дальше компания может повышать цены. Вот только все это попахивает шантажом. Это своего рода шантаж правительству. Давайте поддерживать украинские авиакомпании, иначе мы будем повышать цены. При этом все понимают, что это не то, что а-логичное, а б-логичное решение. Вопрос по поводу кредитования авиакомпании за счет бюджета уже раньше поднимался. Я думаю, конечно, что, учитывая сложное финансовое положение страны, никаких там ни дотаций, ни прямых субсидий для авиакомпании не будет. Эксперты говорят, пассажиропоток между Россией и Украиной за 8 месяцев этого года составил около 800 тысяч человек. И добавляют более 70% пассажиров всех рейсов между двумя государствами, именно украинцы. А значит, решение украинских властей о запрете ударит в первую очередь по гражданам Украины. Ольга Рыцарь, Алла Матюшок, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. А уже с 1 октября Россия станет безвизовым пространством. Крупнейшая расчетная система в мире отказывается осуществлять операции по карточкам российских банков внутри Федерации. И поставила в известность все финучреждения. Так что у российских банков осталось всего два дня, чтобы перевести операции на национальную систему платежных карт. Эту систему стали создавать полгода назад, когда из-за санкций против РФ виза предупредила, что уйдет с российского рынка. Но вот создавать систему начали, а перейти на нее все банки так и не успели. Так что клиенты вполне могут зависнуть и получить отказ в операциях. Напомню, Мастеркард Россию уже покинула, тоже из-за санкций. Президент Украины против освобождения коррупционеров под залог. Петр Порошенко поддержал требования 32 тысяч граждан, которые поставили свои подписи под соответствующие петиции. Главу государства просили исключить из законодательства норму, предоставляющую право выхода на свободу под залог лиц, которых обвиняют в коррупции. Петр Порошенко отметил, что законопроект по этому вопросу должен принять парламент. Большой переполох в Киевгазе. В главный офис компании утром нагрянули люди в форме. Узнать, что ищут, было непросто. Общаться с журналистами поначалу не желали ни обыскивающие, ни обыскиваемые. Но Ирине Романовой все же удалось узнать кое-какие подробности. Главный офис Киевгаза на улице Киквид за самого утра на замке. Посетители ждут открытия несколько часов. Я приехал с другого конца города. Ничем никто не объясняет. За закрытой дверью сотрудники офиса и милиции. Пообщаться с ними не получается. Наконец, один из работников проводит нас через черный ход. Пешком поднимаемся на восьмой этаж. Лифты заблокированы. В холле сотрудники Киевгаза объясняют, в их кабинетах сейчас обыск. Я запрещаю проводить какой-то съемки. Руки, руки, руки. Откиньте помещение. Податковая милиция. Упал в следующее суде, да, в один из судов, места Киева. В целом из коронавируса, места Киева. Есть проведение криминальное, уместное, ухиленное, распад податки служебными особами под Киевгаз. 16,2 миллиона гривен. Следователи просят нашу съемочную группу на выход. Пообщаться с сотрудниками Киевгаза в офисе не разрешают. Советник главы правления дает комментарии на улице. Говорит, визит проверяющих для них неожиданность. Были заблокированы действительно все служебные помещения, в том числе так называемое помещение диспетчерской службы, где принимаются выключения аварийной службы. Колл-центр остановлен. Не основной юристу и претензии компании, предъявленные судом. Мы не понимаем, про какое ухиление от податков и демовы вообще. У нас разрешения за газ идут через так называемые спецрешения, где там можно ухилиться, а я даже не выявляю. Кстати, это уже не первый обыск компании. Еще один был в декабре. Что тогда искала СБУ, так и осталась тайной. Ирина Романова, Иван Ермаков. Подробности телеканал Интер. И как только что сообщил нам Фидель Тимченко, сотрудники компании до сих пор заблокированы в офисе. Проверяющие не разрешают им покидать здание. К некоторым даже пришлось вызывать скорую помощь. Продолжаем подробности. Вот о чем узнаете во второй части выпуска. Теракт или разбой? В Киеве расследуют обстоятельства ночного взрыва возле железнодорожного вокзала. Миграционная сита. Германия назвала критерии, по которым будет отсеивать нелегалов. В постели с Аландом. Французам дали возможность покопаться в белье президента. В эти минуты в столичном суде адвокаты обжалуют арест Игоря Гуменюка, подозреваемого во взрыве гранаты у стен парламента 31 августа. Напомню, тогда погибли четверо нацгвардейцев и более сотни людей получили ранения. Есть ли судейское решение? Узнаем у Елены Митясовой. Она на прямой связи со студией. Елена, мы тебя слушаем. Алексей, добрый вечер. Апелляцию по самому резонансному арестанту по делу под Верховной Радой суд начал рассматривать с двухчасовым опозданием. Игорю Гуменюку, которого подозревают в убийстве нацгвардейцев, обвинение полагает, что именно он бросил гранату в силовиков, защита требовала сменить меру пресечения с удержания под стражей на домашний арест. Такое желание адвокаты Гуменюка аргументировали давлением на их подзащитному. Мол, Гуменюк милиционер и должен сидеть в отдельной камере. Раскритикова... Такое желание защиты Гуменюка аргументировало тем, аргументировало давлением на их подзащитного. Мол, Гуменюк милиционер и должен сидеть в отдельной камере. Раскритиковали адвокаты Гуменюка и протокол задержания. Мол, в рюкзаке Гуменюка не были найдены запрещенные предметы. Все эти доводы раскритиковала прокуратура и сказала и объяснила это невозможным изменением меры пресечения. Лена, спасибо тебе за последнюю информацию. На связи с подробностями была моя коллега Елена Митиасова. Буквально завтра завершается регистрация кандидатов на местные выборы. И некоторые из них уверенно заявляют о своей победе, несмотря на то, что находятся под следствием. Так, суд над харьковским мэром Геннадием Кернесом идет уже не один месяц, а он снова претендует на главное кресло в городе и даже не сомневается, что его получит. О причинах такой уверенности далее в сюжете. О падении рейтингов харьковского мэра социологи говорят давно. Если раньше его поддерживали около 70% горожан, то теперь вдвое меньше. При этом сам Кернес не устает повторять. Я иду на выборы и выиграю эти выборы. И чтобы вы четко понимали... Такая уверенность не более чем хитрый ход, чтобы повлиять на мнение избирателей, утверждают политологи. И добавляют, доверие пошатнулось после событий зимы 2014-го, когда Кернес долго не мог понять, в какой же цвет выкраситься. Выбрал георгиевскую ленту и прогадал. После бегства Януковича харьковский градоначальник и сам пропал на пару дней. Вернувшись, обмолвился. Летал в Женеву с другом посоветоваться. Прочистка мозгов от друга сразу изменила поведение мэра. Он принялся твердить на каждом шагу, что Харьков – это Украина. А перед выборами мифический друг из Женевы стал реальностью. Кернес зарегистрировался кандидатом в мэры от партии «Возрождение», которую связывают с группой «Приват» и лично Игорем Коломойским. Харьковская область и Харьков являются одним из базовых регионов для проекта Коломойского. Коломойскому надо укреплять позиции. Потому что проигрыш местных выборов для Коломойского может означать окончательное и бесповоротное политическое банкротство. Так они нашли друг друга, политик, которому надо продвинуть в Харькове свою команду, и мэр без партии. Договорились между собой, что Кернес номинально остается мэром, но он с собой проводит людей Коломойского толпу. Ну то есть партия «Возрождение» занимает большие позиции. Коломойский через Кернеса покупает Харьков. Вот только Кернеса в любой момент могут упечь за решетку. Его обвиняют в похищении, пытках и угрозе жизни активистам Евромайдана. По словам майдановцев, зимой 2014-го охранники поймали их возле гостиницы, где живет Кернес. Якобы за то, что фотографировали машины с российскими номерами у входа. Били, потом посадили на кресло, постоянно били тоже, и постоянно задавали какие-то вопросы. Там же мне угрожали, приставляли пистолет к виску, и там говорили, что вывезут в лес, и там убьют меня. Парни рассказывают, бил и сам Кернес. Одному из них буквально сломал нос. Это был сверху вниз удар, покасательный, профессиональный, видно, потому что он понимал, что делал. Сам Кернес утверждает, вся история выдумка. Слушания длятся полгода, но только в следующий понедельник приступят к рассмотрению дела по сути. Такая лояльность суда возможно влияние женевского друга. Переведя в горсовет людей из партии возрождения, Кернес сможет купить себе свободу. Теперь он получается витриной сил, которые за ним. Теперь не он будет говорить, так ты иди сюда, ты сюда. А теперь ему будет говорить, так стань здесь и говорить туда. Зато мэром, который на крючке, управлять одно удовольствие. Теперь у Геннадия Кернеса новый жизненный этап. Это ему смогут рассказывать о скучном лице и умножать на ноль. Оксана Григорьева, Юрий Красновский, телеканал Интер. Сегодня в столице правоохранители задержали подозреваемого в организации взрыва, который ночью прогремел возле железнодорожного вокзала. Напомню, при этом пострадала женщина, она получила легкие травмы и от госпитализации отказалась. Пострадавшая рассказала, что все произошло возле кафе, где она была с подругой. К ней подошел неизвестный, после короткого разговора достал из кармана какой-то предмет и бросил возле нее. По предварительным выводам экспертов, это была граната РГД-5. Никаких документов у человека при себе не было, однако он пояснил правоохранцам, что он житель другой страны 1975 года. Свою вину в совершенном правопорушении человек не узнает, однако очевидцы и подъявлений и потерпела, опознали у него злоумисника. Правоохранители уже начали криминальное проведение за частью четвертой статьи 296, то есть хулиганство. Только что стало известно, Шатойский районный суд Чеченской республики приговорил гражданина Украины Александра Малафеева к 24,5 годам колонии строгого режима и штрафе в размере 41 миллиона рублей. Напомню, Малафеева обвиняли в том, что он, являясь членом запрещенной в России организации УНАУНСО, якобы участвовал в нападении на российских военных в Чечне в 1994, 1995 и 2000 годах. Мы будем внимательно следить за развитием этой истории. Как реанимировать простаивающие заводы и пустить полтавский газ на нужды населения? Об этом сегодня говорили в Полтаве на партийной конференции областной организации оппозиционного блока. Там же выдвигали и кандидатов на предстоящие выборы в областной совет. В зале 121 делегат из разных районов Полтавской области собрались, чтобы определить задачи, с которыми пойдут на выборы. Приоритетное повышение зарплат и снижение тарифов. Мы были единственной фракцией, которая голосовала против бюджета, в котором была не предназначена индексация зарплаты пенсии. Мы им сразу сказали, что мы пойдем в суд. Мы сейчас в Конституционном суде отстойим право людей на подвышение пенсии и зарплат. Говорят и о том, как вернуть украинцам украинский газ. Тех объемов, которые добывают в Полтавской области, вполне достаточно для нужд местного населения, утверждают партийцы. Не менее важной задачей считают реанимацию простаивающих предприятий. Их здесь не менее десятка. Очень много промышленных предприятий, которые на сегодняшний день стоят. У нас задача такая, чтобы эти заводы заработали на полную мощность. Уверены оппозиционеры в том, что мораторий на продажу земли должен быть продлен. Иначе опасаются, что в условиях обесценивания гривны участки просто скупят за бесценок. Как реанимировать украинскую экономику в целом, в оппозиционном блоке знают. Даже разработали свой план, в котором 11 шагов. В Верховной Раде нынешнего созыва оппозиционеры пророчат скорую смерть и досрочные парламентские выборы. Что же касается выборов в местные органы власти, то в своей победе уверены. Даже несмотря на препятствия со стороны оппонентов. Юрий Бойко напомнил, что в Харьковской области оппозиционный блок до сих пор не зарегистрирован как политическая сила. А значит, там и кандидатов зарегистрировать не могут. Хотя по предварительным оценкам, политсила уже набирает 40% голосов. Катерина Марченко, Ольга Иванченко, Вячеслав Никифоров, телеканал Интер, Полтава. А Александр Вилкул теперь официальный кандидат на пост мэра Днепропетровска. Сегодня он зарегистрировался, получил удостоверение под номером 7, рассказал о программе и представил свою команду. Сообщил журналистам, его избирательным штабом будет руководить председатель Днепропетровского облсовета. Начальником штаба является Евгений Григорьевич Удот, председатель Днепропетровского областного совета. Моими доверенными лисами стали очень известные в городе люди. Мы объединились в одну команду, чтобы вернуть нашему городу Днепропетровску былую мощь и славу. Новый миграционный закон как попытка справиться с потоком беженцев. Немцы ужесточают процедуру получения убежища. Татьяна Лагунова изучала новые правила. Германия ужесточает миграционное законодательство. Чтобы справиться с потоком беженцев, правительство решило четко прописать, кто имеет право остаться в стране, а кто нет. Законопроект разрабатывали в попыхах, время не ждет. По официальным данным, каждый день в страну прибывают в среднем 10 тысяч мигрантов. Основные пункты нового документа сегодня пересказывают все немецкие СМИ. И так, остаться в Германии теперь имеют право только те люди, которые бегут от войны, либо скрываются от политического преследования. Все прошения по экономическим причинам будут отклонять. Расширен и список так называемых безопасных стран происхождения. Кроме Сербии, Македонии, Боснии и Герцеговины в него добавили Албанию, Косово и Черногорию. Таким просителям убежища, скорее всего, будут отказывать. Сроки рассмотрения прошений сократят, процедуру депортации упростят. Ну а в случае положительного ответа беженцам предложат интеграционные курсы, социальное жилье и возможность устроиться на работу. Средства на содержание мигрантов будут выделять как земли, так и федерация. Со следующего года правительство начнет перечислять землям 670 евро в месяц на каждого беженца. Новый законопроект уже передан в Бундестаг. Депутаты рассмотрят его в ближайшие недели. И если проголосуют за, он вступит в силу уже 1 ноября. Татьяна Лугунова, Геннадий Никеенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. За что в Китае наказали 250 чиновников? И почему актер Марк Уолберг извинился перед Папой Римским? Смотрите далее в нашем обзоре. В Китае за день наказали 250 чиновников. Всех за лень и нерасторопность. Очень долго утверждали проекты и выделяли средства на них. Со счетов всех провинившихся конфисковали деньги. Почти 50 миллиардов долларов. И тут же инвестировали в соцпрограммы. Как ранее заявил глава Китая Си Цзиньпин, будем бить и по тигру, и по мухе, мол, наказывать чиновников всех мастей, независимо от ранга. Двое погибли, еще 300 ранены. Мощный тайфун Дуджуан обрушился на Тайвань. Ураганный ветер оборвал провода. Полмиллиона человек остались без электричества. Многие получили травмы от ударов тяжелыми предметами, которые тайфун поднял в воздух. Движение транспорта на Тайване полностью остановлено. Продолжается эвакуация населения. Морской заповедник размером с Францию. Больше 600 тысяч квадратных километров создадут власти Новой Зеландии. На территории островной дуги Кермодек планируют разводить исчезающие виды морских животных. Заповедник станет обителью редких черепах, дельфинов и китов. Кермодек расположен в Тихом океане между Новой Зеландией и Тонго. Рыбалка и разведка местности здесь запрещены. Актер Марк Уолберг попросил прощения у Папы Римского за фильм «Третий лишний». А плюшевые медведи Тедди со скверным характером. Всю картину герой Уолберга и медведь скверно словят и отпускают сальные шуточки. Лента вышла в прокат с ограничением 18+. Актеры «Понтифик» встретились в Филадельфии на семейном религиозном фестивале. Уолберг сказал, надеется, у Господа хорошее чувство юмора. Папа Франциск в ответ только улыбнулся. В Бразилии во время футбольного матча одной из низших лиг судья достал из трусов пистолет. Игроки атаковали Габриэля Мурту, требуя показать красную карточку сопернику. Рефери, недолго думая, предъявил оружие. И спор моментально разрешился. Впрочем, за такую выходку Мурте могут запретить судить футбольные матчи. Основная работа Габриэля в полиции. Очевидно, на ней он и сосредоточится. Боец смешанного стиля Бэрри Энн Руссило пожаловалась. Не может драться в оптимальной для себя весовой категории из-за пышных форм. Американка выяснила, ее грудь весит 5 килограммов. Поэтому девушка выступает в весе до 70 кило. Хотя ей комфортно сражаться в категории до 65. Пока на проферинге Руссило провела два поединка. И в одном из них победила. Франция обсуждает личную жизнь главы государства. На кинопленке Франсуа Аллант. О том, каким увидели граждане президента и что может стоять за появлением ленты на экранах, расскажет София Гордиенко. Без закадрового текста, все как есть. Наверное, еще никогда французы не видели своего президента так близко. Он не скачет по пенькам и даже не учит премьер-министра заниматься на тренажерах. И тем не менее, фильм получился очень откровенным. Есть даже момент, когда после политического предательства нескольких соратников, Аллан вменяет правительство и наставляет премьера. В будущем никаких разногласий. Все должно быть четко. Одна линия, одно направление, один метод. Мы, конечно, потом можем дискутировать, но до конца держаться одной линией. Драматический момент. Хозяин Елисейского дворца встречает своих коллег после трагедии в редакции Шарли Эбдо. Спустя полчаса они все вместе пройдут маршем, выступая против терроризма. Франс Три канал, показавший этот фильм, общественный. Автор изначально договорился с президентским окружением. Он не снимает из-под тяжка, они не требуют предпросмотра окончательного варианта и не вмешиваются в процесс. Так что в кадр попали и не самые приятные моменты. Например, оказалось, что у Оланда отвратительный почерк, который не могут разобрать секретари. И так он очутился в смешанном... Почему здесь слово фашист? Не может быть фашист? Что же тут написано? Сегодня этот фильм самая обсуждаемая тема в французских соцсетях. Многие возмущены. Во власти совсем мало женщин. В личной жизни президента их вообще нет, как, похоже, нет и самой личной жизни. Еще режиссер ленты случайно зафиксировал момент, когда в машине главный герой узнает, что его бывшая жена издает книгу. Он узнал из твиттера, конечно, я просто снимал, даже не понимая, что происходит. Просто на 30 секунд он замер. И только позже признался, что вообще забыл тогда и о моем существовании, и о камере. Впрочем, выход этого фильма еще и исполнение одного из главных обещаний социалистов. А в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2017-м, показать президента в его естественной среде обитания неплохой политический ход. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Такие у нас сегодня подробности. Спасибо, что смотрели. Увидимся в эфире завтра. Субтитры предоставил DimaTorzok